Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики, меня по-прежнему зовут Печальный Астронотус, добро пожаловать на fanfishka.ru. В этом видео мы поговорим о популярной аквариумной рыбке, которую можно рекомендовать всем начинающим аквариумистам. Знакомьтесь, Тернеция. Эта рыбка известна аквариумистам и под другими именами. Черная тетра или тетра-черная вдова. Такое название Тернеция получила прежде всего за серо-черный окрас тела и характерную юбку, которую образует развитый анальный плавник. На сегодняшний день Тернеция имеет несколько популярных селекционных форм. Это Тернеция вуалевая, белая, золотая и альбиносная морфа. Есть также искусственно окрашенные Тернеции карамельки, а также генетически модифицированные Тернеции glowfish. Я сам являюсь счастливым владельцем целых пятерых таких Тернеций. Содержать Тернеции абсолютно несложно. Самое главное это не допускать высоких концентраций азотистых соединений и фосфатов в воде. Сказанное достигается хорошей фильтрации и аэрации аквариума, а также своевременными и качественными подменами воды. Параметры воды для содержания Тернеции стандартные, как и для всех тропических рыб. Температура 22-26 градусов Цельсия, кислотность и карбонатную жесткость желательно держать ниже 7 градусов. Обусловлено это тем, что ареалом обитания Тернеции является Южная Америка, бассейный рек Парагвай, Мату Гроссу, Гаупоре и Рио Негро. Рыбка предпочитает жить в медленно текущих речках и ручьях с большим количеством растительности. Обитает в местах, где кроны деревьев хорошо затеняют водоем. Вода в типичном биотопе мягкая, кислая и темная за счет большого количества гуминовых веществ. Исходя из сказанного, лучший аквариум для стайки Тернеций это растительный аквариум объемом от 50 литров с корягами и завалами из камней. Лучшими соседями для Тернеций будут такие же некрупные хороциновые рыбки, всевозможные тетры и неоны. Также подойдут мелкие карповые и карпозубые, типа Данио и Разбор. Всех этих замечательных парней можно кормить фактически любыми кормами. Идеальный вариант, на наш взгляд, это сбалансированный корм, как всегда рекомендуем Тетра Мин, который подходит для всех видов пресноводных рыб. Что же касается разведения Тернеций, то оно весьма простое и типично для всех хороциновых рыбок. В рамках видеообзора не будем заострять на этом внимание. Подробную информацию об этом вы всегда найдете на нашем замечательном сайте. Ссылочку оставлю вам в описании. В заключении ролика заострю ваше внимание на небольшой просьбе. Не покупайте крашеных Тернеций карамелек. Команда фанфишки не против селекционных морф, не против даже генно-модифицированных рыбок Глоуфиш. Но принудительная покраска обесцвеченных Тернеций это уже попахивает издевательством над животным. Как минимум это безапелляционно наносит вред их здоровью. На этом разрешите откланяться и завершить ролик. Спасибо, что дослушали до конца. Аквариум и фанфишка for all. Всем добра и хорошего настроения.